Сумка стоит миллион как так. Есть ли деньги на карте? Я говорю, я беру, пакуйте. Пошли в магазин и купили ее. В чем прикол? Зачем? Я так хочу Келли. Они говорят, извините, нет. Эта сумка была у Кайли Дженнер. И здравствуйте у меня, там день рождения у жены, мне надо. Большой айсберг в океане моды. Всем здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Анастасия Одлс. Я приветствую вас на своем канале. И да, естественно, если вы забыли, я персональный стилист. Я не только хожу по магазинам и снимаю для вас шоппинг-влоги, но вы часто задаете мне разнообразные вопросы. В том числе, недавнее видео со Светой вызвало небольшой резонанс. И очень много комментариев было по поводу того, что сумка стоит миллион, как так, зачем кто покупает сумки за миллион. И вообще, в принципе, сумки Эрмес всегда вызывают огромное внимание. Сегодня с нами присутствует клиент Эрмес, эксперт по покупке. Так как ей удавалось самостоятельно не раз купить себе сумку, ну и вообще, в принципе, мы расскажем сегодня вам о этих замечательных сумках. А именно, это у нас Келли Эрмес, другая Келли и еще и Биркин. Я думаю, уж если про Келли слышали не все, то про Биркин однозначно каждая девушка слышала хотя бы раз. Начнем мы с того, что если мы захотели какую-то любую другую сумку, мы просто пошли в магазин и купили ее. Нет никаких проблем. Но если дело не касается сумок Эрмес, именно, расскажи, пожалуйста, про весь тот путь, который нужно проделать простому человеку, чтобы стать обладателем, о боже, должна быть такая музыка, типа, вот этого чуда, да? Давай сначала расскажем про нее. Это у нас Келли. Да, это Келли 28. Это Special Order. Мы начнем с того, что... Да, начнем с того, что как? Начнем с того, что... Почему нет? Я прохожу в магазин, говорю, здравствуйте, дайте мне... Я так хочу Келли. А мне говорят, извините, нет, да? Ты приходишь первый раз в магазин, у тебя должна быть история, история твоих покупок. Мне ее нет. Что мне говорят? Что тебе нужно стать клиентом компании, магазина, бутика Эрмес и начать покупать хоть что-то. Они мне прям так говорят? Нет, конечно, они не скажут так, но они могут сказать это в более вежливой форме. Вы должны для начала стать нашим клиентом, стать нашим покупателем. Ты покупаешь какие-то вещи, ты зарекомендовала себя как отличный покупатель. И после этого ты можешь подойти к менеджеру магазина, к своему сейлс-менеджеру и спросить, вот я хочу сумку, как мне ее достать. Запишите меня... Извините, пожалуйста, да? Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, не могли бы вы соблаговолить мне продать сумку, которая стоит 7 тысяч евро, да? По-разному. По-разному, от семи. Да, от семи. Да, будьте любезны, пожалуйста, пожалуйста, продайте мне сумку. И что мне говорят? Тебе говорят о том, что тебя могут внести в лист ожидания. И лист ожидания может продлиться год, может продлиться пол, может продлиться 5 лет. Потому что каждый менеджер каждые полгода делает заказ на весну и на лето. На весну, весна, лето и осень, зима. Две коллекции. Они заказывают те сумки, которые просят их клиенты. Но так как лист ожидания очень длинный, иногда они даже не берут списки. То есть они изначально могут попросить тебя, напишите, пожалуйста, Анастасия, какую сумочку вы хотите? Бутики или 28, зелененькую, Биркин 25, красненькую. Или с какой фурнитурой? Золото-серебро. Или цвета шампань фурнитуры. То есть все это, все детали. Они иногда не берут эти детали, а просто говорят, окей, когда что-нибудь придет, мы вам скажем. Все это происходит потому, что директор бутика никогда не знает, будет у него сумка красная, зеленая. Он делает заказ, но заказ может прийти через год. Через два. Все решает руководство и все решает бутик Эрмес в Париже. Что они в этот год отшили? Как много они в этот год отшили? Только потому, что все сумки делаются вручную. То есть если я как покупатель прихожу, мне лучше сделать заказ на несколько разных сумок? Или как? Да. Лучше писать любой цвет. Так. Ну, ты прямо пишешь любой цвет. Любой цвет? Или пишешь там красный, зеленый, розовый, синий. Любую фурнитуру. Ну, тогда больше вероятности, что когда что-то придет... А не выгляжу ли я странно при этом? Нет, так многие делают. Ну, когда придет хоть какая-нибудь сумка, тебе сразу дадут об этом знать. Если, например, ты хочешь там цвет такой есть очень популярный, анемон. Анемон это что? Это более такой цвет винограда, пурпурный, вот он такой сиреневый. Если ты его заказала с определенной фурнитурой, но с золотой, например, он пришел с серебряной. Мне ничего никто не скажет. Тебе никто ничего не скажет. А если ты написала много цветов, любую фурнитуру, люди могут тебе... Ну, твой ассистент, твой, кто помогал тебе сделать покупки, он тебе позвонит и скажет, пришла такая-то сумка, придите, посмотрите. В Европе, если ты отказываешься от сумки, ничего страшного, они предложат еще раз. В России, к сожалению, нет. То есть в России, если я сделала заказ на сумку, потом пришла, посмотрела цвет и отказалась, скорее всего, мне в следующий раз не позвонят, верно? У меня был такой опыт, когда я купила много вещей в, скажем, московском бутике, и после этого мне позвонили, предложили сумку, цвет которой я сказала не предлагать. Прошло уже два года, наверное, больше мне ничего не предлагали, к сожалению. Я, может быть, не часто покупаю что-то в московском бутике, но с другой стороны. Эрмес политика такая, как они говорят, что вы не обязаны покупать на миллионы рублей чего-то, чтобы достать сумку. Вы обязаны быть клиентом? Ну, не то, что обязаны. Лучше, если вы будете клиентом, тогда с большей вероятностью мы предложим вам сумку. Ну, в России немножко сложнее, возможно, потому что меньше сумок, в Париже всё-таки всё близко. Либо потому что очень многие хотят. Да. Так, а расскажи, вот я знаю такие истории, что многим девушкам везло из серии, что они не являлись клиентами дома, либо у них вообще почти не было истории, но буквально там с первого раза, как правило, я такие истории слышала о зарубежных магазинах, что им везло, и им вот буквально сразу давали сумку, и они уходили счастливы и довольны. Самую первую свою сумку Келли 32 в цвете голд, это такой классический цвет, я купила... А голд это такой рыжий, бежевый, да. Вот тот, который как загар, да, обувь, да, с золотой фурнитурой? Да, я купила... Ничего себе, вот это везение. Я купила... Она просто стояла на витрине. Я вбежала в магазин, это, мне кажется, 10 лет назад было, я вбежала в магазин и сказала, вы продаёте её? Они сказали, да, без проблем. Я говорю, я беру. Ещё не спросила своего мужа, есть ли деньги на карте, сможет? Я говорю, я беру, пакуйте. Да, такое бывает, особенно в маленьких курортных городках, особенно в каких-то небольших городках во Франции, в Италии, потому что поток людей небольшой, либо им часто завозят, потому что начался там летний сезон. Или сезон лыж, зимний сезон, и у них много сумок, и они какую-то сумку, может, которую не все хотят, или там кто-то отказался, они могут её выставить либо на витрину, либо ты можешь прийти и сказать, блин, вот хочу сумку. И они, да, у нас есть. Вот, может быть, это не тот, не самый популярный цвет, который сейчас все хотят, но ты можешь попасть в цвет, может, они предложат тебе зелёный. Ну, тебе повезло крупно, конечно. Ну да, мне повезло. Благословили тебе стать хорошим клиентом, Эрмес. Да, но я скажу, это было не раз, такие ситуации, и с моими друзьями такое случалось, но это, наверное, должно повезти. Опять же, есть подруга, которая никогда ни одну сумку не покупала сама. Ей везде не везёт, да? Ей везде не везёт. Ей никто не подруга, которую никто не даёт. К сожалению. Она покупала на миллионы рублей, евро, каких-то... Миллионы евро, господи, не верю, не верю, не верю, что такое может быть. Она покупала на крупные суммы, денег, какие-то вещи, какие-то пледы, посуду. Она такая невезучая, не садилась ни в одну машину на всякий случай. И почему-то с сумками... Никак. Никак. В принципе, это не просто сумка. То есть, как бы это ни звучало странно, политика бренда такая, что они ограничивают к ней доступ, чтобы сделать эту сумку мега-желанной для супер-искушённой публики, потому что неинтересно достать... Если бы по-сторию... В смысле? В Бельгии, во Франции, в любой стране в Европе, даже в Америке. Так. Бабушки ходят с сумками Hermes. И? Сумки винтажные. И? Они куплены 50 лет тому назад. И что? Эти сумки очень выросли в цене. И? Это как вложение денег... Так я бы... А наша с тобой точка зрения вообще не противоречит друг другу. Я про политику дома, почему они... Не для искушённых... Не для искушённых... Не для искушённых... Ну слушай, для всех бренд сделал эту сумку чем-то недоступным, что ты не можешь прийти и просто взять, потому что людям, у которых есть деньги, просто прийти и взять неинтересно. Интересно поиграть в эту игру. И давай расскажем про рынок байеров, то есть как вообще на этой сумке делают деньги, почему так за ней все охотятся. Смысл в том, что вот этот ограниченный доступ порождает новую нишу в бизнесе. А именно это перекупщики сумок. Расскажи про это. Ну, например, есть сумки, которые очень сложно достать. Люди покупают билеты, оплачивают отели, выжидают когда, каждый день в очереди. Они пытаются завладеть этой сумкой, потому что есть определённые клиенты, которые не хотят бегать по магазинам, ждать. Играть в эти игры. Играть в эти игры. Кому-то нравится, да. Ой, вот. Азарт. Азарт. Достану, не достану. Дадут мне сумку, не дадут. А кому-то всё равно. Мне нужна сумка здесь и сейчас. Естественно, люди готовы переплачивать за то, чтобы достать сумку своего цвета, своей фурнитуры, в той коже, которую они хотят. Ту модель, точно, которую они хотят. Но иногда же мы приходим в бутик, и нам дают то, от чего ты не можешь отказаться от сумки. Может, тебе её больше не предложат в этом бутике. Ну да, как тебе, например. Поэтому ты берёшь эту сумку, естественно. Кто-то перепродаёт её и покупает себе то, что он хочет. Люди продают сумки дороже, чем бутик. Естественно, я понимаю это, потому что люди затратили время, деньги, гостиницы, билеты, стояние в очереди. Это всё, да, это всё определённый труд, и люди зарабатывают на этом деньги. А те люди, которые не хотят париться, хотят просто вот такую сумку, люди готовы переплачивать, они переплачивают. Это целый рынок сумок. Да, это отдельная история. Если вы не вовлечены в этот процесс, это звучит, конечно, странно, непонятно, как так может быть. Но смысл в том, что спрос рождает предложение. Этих сумок меньше, чем людей, которые готовы это всё купить. И смысл в том, почему эту сумку называют инвестицией в гардероб. В прямом смысле слова, потому что если ты покупаешь её сам, для себя, ты можешь походить с ней год, а то и два, и продать её либо за те же деньги, либо даже дороже. А если это какая-то эксклюзивная, либо винтажная модель сумки, то ты точно продашь её дороже, чем покупал, представляете? То есть, я думаю, для кого-то, кто не знаком с этой историей, с этими сумками, это звучит странно. Но для всех тех, кто включился, это всё абсолютно чётко, ясно и понятно. Вот взяли бы Келли. Это у нас размер 28. Один из самых популярных. Да, сейчас в моде мини-сумочки, микросумочки. До появления микросумочек 28 был самый оптимальный размер. Это не маленькая 25. В неё всё-таки влезают какие-то вещи, и она более удобная для носки. Здесь материал Эпсон. Эпсон, да. Это мой самый любимый, потому что он не царапается. На самом деле он царапается, но царапины не видны. И поэтому он такой, это как бы внутри картонаж, поэтому это такая кожа более ноская, скажем так. Но она тоже царапается со временем, и её тоже сдают в СПА. СПА это химчистка Эрмес, скажем так. Вот. СПА для сумки. А потом она идёт на массаж. И обёртывание. Боюсь, только она уменьшится в размерах после обёртывания. Так, дальше. Что ещё нам рассказать? Здесь какой-то интересный очень материал. Это, господи, фурнитура. Это клиент Эрмес. Эту сумку я делала под заказ. То есть здесь есть подковка нарисована, нет? Сейчас тоже про это расскажу. В каждой сумке, которая сделана под заказ специально, есть подковка. И ты можешь ещё выбить свои инициалы на сумке, но если ты захочешь в будущем вдруг её продать, с инициалами сложнее продать. Да, 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 да. Ничего себе! Я даже не знала, что у тебя такая. Ну ты покачка. Фурнитура, матовое золото. Матовое золото. Я вижу в первый раз матовое золото. Очень круто смотрится. Очень. Сумка, конечно, немножко сумасшедшей расцветки. Не знаю, может, у меня настроение было тогда такое. Ну, в принципе, ты тоже сумасшедшей расцветки. Так, понятно, видите, а я, честно, оделась под сумку. Сумка двухцветная, поэтому это специальный заказ. Каждый цвет я выбирала сама. Какие будут нитки на сумке, я выбирала сама. Какого цвета, какого цвета фурнитура, что внутри, какого цвета ремень. Хочу я швы наружу или внутрь. Это всё отдельно проговаривается. Час или два я потратила на это, не могла определиться. Но вот сумка пришла относительно быстро. Некоторые такие сумки ждут по пять лет. В смысле относительно быстро? Ну, где-то за год. О, ничего себе. То есть ты делаешь заказ. Ты счастливчик какой-то. Я прям слушаю. Да, да, да. Невероятно. Когда я заказала сумку, полгода или год я ждала, и вот она мне пришла. Скорее всего. Я не видела больше ни одной такой же. Возможно, есть. Возможно, их сделали несколько экземпляров, но вообще обычно это один. Вот это что за штучка? Это шёлковая ленточка. Называется она твили. Её вот так берёшь и завязываешь вокруг ручки сумки. На самом деле... Ну, многие могут спросить, зачем она вообще нужна? Ну, портит ведь сумки, там, ещё что-то. Но это защищает ручку от протёртостей. Я и перчатки не всегда надеваю на свои руки. Это защищает сумку от протёртостей, от того, что, в принципе, ручка – это то, за что мы всегда берёмся. Каждый год сумки Hermes дорожают на 200 евро, на 300. Именно сумки. То есть на 5-10% в год Hermes бренд дорожает. Так. Поэтому купить сумку – это всё равно вложение в свой гардероб и вложение денег. Да, можно так своему мужу, парню, папе объяснять. Нет, я честно скажу, после того, как мы были на выставке в Гонконге, я была со своей первой Биркин, ко мне подбежал человек и сказал «Ксения, продайте, продайте, я хочу её». Я говорю «За сколько?» И он там мне такой «15 тысяч долларов, это было 6 лет назад». Я тыкаю мужа в бок, говорю «Ну что, видишь, какая у меня сумка, уже за 15 тысяч хотят купить». Я, конечно же, её не продала, но я поняла, что это вложение в свой гардероб. Ничего себе, вот это случай, да, конечно, что-то неимоверное. Так, про эту красотку мы рассказали. Я реально таких никогда в жизни ещё не видела. Да, это прямо уже винтаж. Сколько ей лет? 13 лет. Да, да. 13 лет в сумке. Раньше пыльники были другого цвета, и внутренние карманы сумок были не из двойной кожи, они были замшевые. Кто не разбирается, видит сумку первый раз, могут сказать, что это подделка. Это подделка, тут не так, потому что карманы прошиты уже кожаные во всех сумках, в новых. В общем, это Беркин, классического цвета Эрмес. Да, это вот прям оранжевого. Кожа Свифт. Говорят, что это самая нежная кожа, но царапинки на ней быстрее можно замазать кремом. Или после спа её состояние может быть доведено до идеального, что очень сложно сделать сепсом. Фурнитура здесь серебро, видите, замочек. Размер? 25. Тоже маленький размер, очень сейчас популярный. Раньше были большие популярные. Раньше, да, раньше все хотели большую Келли, большой Беркин, ходить с такой большой сумкой. То есть из космоса было тебя видно, что у тебя очень солидного размера, что это солидный человек. Книжки. Книжки раньше носили, ноутбуки раньше с собой носили, сейчас у нас всё в телефоне маленьком. Да, это правда. И на мой взгляд, это выглядит круто, что она именно такая живая, да, это как смокинг, который уже носили, и видно, что у тебя давно всё хорошо. Всё-таки, не знаю, уж как там, да, за рубежом в России, там, Келли, Беркин, это атрибут того, что у тебя всё хорошо, жизнь удалась. Многие, наоборот, очень любят покупать сумки уже поношенные или с историей, чтобы они были винтажные. Иногда многие прям гоняются за какой-то определённой сумкой определённого года. Ну и плюс... Я же ещё сумки, которые уже... кожа, которую не производит, да, которая снята. Неправда. Нет? Всё производит. Всё производит. Очень редко производит. Может быть, на ней... Супер гладкая, я знаю, какая-то гладкая. Да, очень редкая кожа, её очень сложно достать, её очень... её можно заказать, если ты вип-клиент, но когда она тебе придёт? Может, через 10 лет, потому что её очень редко производят, а wish-list на неё огромный. Но есть сумки, которые кожа барения, например. Это какая кожа? Это кожа Swift, она тоже очень нежная, но барения, она... вот ты дотронешься до неё, она уже с царапинкой. Я однажды видела такую сумку, и я спросила людей, в чём прикол? Зачем? Оказывается, во Франции, в Европе популярны сумки, которые стареют натурально, где кожа необработанная. Чем больше она царапается, тем это лучше, тем это больше нравится. Есть такая категория людей, которым нравится чуть-чуть по шарпанной сумочке. Рубрика удивительная рядом. Да. Ну, на самом деле, я за то, чтобы всё делать, вот так как хочешь, так и делай. Хочешь носить потёртую кожу, пожалуйста, носи. И это как старые взрослые мужчины в старых машинах, старые порши, вот в Европе этого очень много. Это очень органично и круто смотрится. Следующая звезда у нас уже с какой-то конюшкой. Лошадка, лошадка, расскажи нам про этот аксессуар для начала. Я думаю, что Hermes это бренд, который делал аксессуары для лошадей. Ну, не все знают, мы, если вдруг кто не знает, начали они именно с производства аксессуаров для лошадей. И вся вот эта атрибутика, она является символом этого дома. В том числе вот этот прекрасный конь, который прискакал на эту дорогущую сумку. Есть такие лошадки, очень редкие, например, чёрная на чёрном лошадка. Её купить, в смысле, сложно, да? Очень сложно купить, как со сумкой можно гоняться. Есть какие-то определённые цвета, не так, как сумки. Сейчас уже получше, раньше вообще было сложно. Есть некоторые аксессуары Hermes, которые купить невозможно. Ну, это как коллекция прошла, сезон прошёл, а люди вновь захотят, но, к сожалению, уже никак. И этот аксессуар есть побольше, есть очень большой. Он вешается на сумку, можно на Келли, можно на Биркин, можно на мини-Келли. И как бы вот это так игриво, интересно. Да, и вообще там много аксессуаров, которые обыгрывают именно сумку, как можно её разнообразить. Но, в принципе, это не только у них, но в других брендах, в принципе, отличная уловка. Неважно, какая у вас сумка, лёгкий способ как-то оживить её, придать иной вид, либо на вечер, либо более спортивный. Я видела ты на свою сумку, с которой ты пришла, тоже что-то. А, у меня есть ремешок такой ещё спортивный, не такой, но... Широкий такой, из ткани. Эта сумка была у Кайли Дженнер, Трэвис Скотт подарил ей на какой-то праздник. И после того, как он ей подарил эту сумку, дочь её ходила с этой сумкой. Она везде хвасталась подарком, как любая девушка. Муж мой мне её как-то, не знаю, как... Достал. Достал. Какой-то челлендж достать эту сумку, найти, здравствуйте у меня, там, день рождения у жены, мне надо, что купить, как сделать. Кстати, я слышала, что вот эта история, когда ты приходишь в магазин со своим парнем, мужем, и говоришь, что у тебя день рождения, вот, вот, а что она работает. Все мы люди. И иногда между собой продавец и клиент дружат. Или продавец, возможно, тебя уже знает, и у тебя есть свой какой-то сейлз ассистент. И они знают дату твоих рождений, когда вы вышли замуж, ну, примерно, да. И ты приходишь и говоришь, сегодня такой день, очень нужно сумку своей жене подарить. Естественно, они идут навстречу, если сумки есть. Это бывает не всегда, но чаще все мы люди. Да, они говорят, хотя бы лошадку подарить. Хотя бы лошадку, да. Вот, да, такое бывает. Не могу гарантировать, что всегда 100% это срабатывает, но иногда люди идут навстречу, люди с пониманием относятся, что нужно купить подарок. И это правда, что завозы в магазин Hermes на праздники, там, на Рождество, 14 февраля, еще какие-то определенные дни сумок завозят, и продукции Hermes завозят больше, чем в обычные дни. Потому что все понимают, что праздники, и люди пойдут пытаться покупать сумки. И действительно, это повод, и действительно, какую-то женщину, да, счастливее, да. В общем, это сумка, кожа коза. Она такая более зернистая, что ли. Очень интересная кожа. Я тоже не обращала внимания, только сейчас поняла, что она отличается от того, что я видела. Многим нравится в Эпсо, но это что-то другое, это что-то новое, это более редко, это не часто выпускают. Поэтому как-то мне она очень нравится, и, конечно, да, в эту сумочку влезают только телефоны, там, пару помадок. Кого это интересует, если ты уже ее купил? Существуют же даже вот такие, да? Да, 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 малышки. Сколько я знаю, коллекционные кели, которые стоят тоже очень дорого, которые еще сложнее достать. Существуют люди, которые коллекционируют сумки. И, я знаю, есть одна женщина в Гонконге, в Гонконге, в которой просто, мне кажется, есть почти все. У нее есть самые-самые редкие сумки. Она прям... Это правда. Да, я видела это видео, но YouTube я, кстати, возможно, отправлю вам ссылку. У нее, кстати, на двери в гардеробную не кодовый замок, а туда можно войти по отпечатку пальцев. А, да-да-да, это, по-моему, американка какая-то. Нет, нет, это мадам из Гонконга. Это был такой легкий ликбез по тому, как купить сумки Hermes. Какие они есть, это еще далеко не все. Мы рассказали вам только самую-самую капельку, естественно. Так как я не являюсь стопроцентным экспертом, я решила прибегнуть к помощи моей подружкой, которая является клиентом уже долгие-долгие годы. Спасибо тебе большое, Ксюша, за то, что ты рассказала мне и, соответственно, моим подписчицам. Возможно, вам было интересно. В любом случае, все равно это достаточно интересно, это уникально, это такой большой айсберг в океане моды. Да, как я сказала вообще? Ну, да. На этом мы с вами потихонечку прощаемся. Будут у нас еще интересные видео по атрибутам роскоши, про какие-то крутые сумки. Пишите внизу в комментариях, понравилось ли вам это видео, понравилось ли вам эта сумка. Хотели бы вы и те, кто пишет «хочу», я вам, ну, не то что гарантирую, но думаю, что, скорее всего, она у вас рано или поздно появится. Что еще? Пишите темы, которые вам интересны, про какие бренды вам рассказать, про какие сумки вам рассказать, потому что эта тема просто необъятная. Я оставлю инстаграм Ксюше, если что, вы можете задать ей какие-то, возможно, вопросы по этим прекрасным сумкам. А с вами была я, ваш персональный стилист Анастасия Оделс. До встречи на моем канале, до встречи на моей любимой платной шоппинг-страничке и до встречи в следующем видео. Я вас целую, люблю, обнимаю. Пока-пока. Желаю всем купить сумку вашей мечты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!